Тома за 16 лет из дома почти не выходила, но этим летом отдыхать отправилась вместе с хозяевами. Вынуждена кормить некому. Правда, вместо Турции ей забронировали номер на родине, в отеле «Фауна», но тоже all-inclusive. В кошачьем номере у нас есть домик, где животное может укрыться, игрушки. Если животное предпочитает дома, какую-то свою игрушку хозяева приносят с собой, здесь приносят подстилочки, чтобы животному было более комфортно, что это его. Полочки в двух уровнях. Сами видите, животные очень любят на них спать. Тут же туалет, кормушечки и для декорации дерево. Фауны в фауне немного. И потому Ирина и Алексей Пигины – создатели гостиницы, здесь и администраторы, и горничные, и шеф-повара. В их доме-отеле помимо гостей живут четыре кошки и четыре собаки. Научившись управляться с домашними, рассказывают, пришла в голову мысль открыть целую гостиницу. Каждое животное должно быть здорово, привито, осмотрено ветврачом. Соответственно, между собой животные не общаются. Меню у каждого постояльца эксклюзивное. Перед заселением хозяева о вкусах любимцев рассказывают Ирине. Она ежедневно накрывает на стол, точнее на пол. Тома питается сухим кормом и ежедневно лакомится сосиской. Жулик с нетерпением ждет любимую геркулесовую кашу. Все, как говорит хозяин, то есть это все описывается в специальном документе. С человеком заключается договор, акт передачи, карточка животного. То есть все это описывается, как животное кормить, какие-то свои привилегии. Если надо 10 раз погулять, значит 10 раз погуляем. Всего в отеле 8 номеров. Четыре одноместных располагаются в доме. И несколько люксов на свежем воздухе для больших собак с видом на огород. В основном жителями становятся кошки и собаки. Но готовы супруги Пигины приютить и хомячков, и морских свинок. Только с клеткой. На заднем дворе гостиницы постояльцы могут погулять на свежем воздухе. Но, естественно, под присмотром. Ведь покидать границы отеля им запрещено. Ирина удивляется. Несмотря на предупреждение хозяев, животные в отеле ведут себя тихо. По дому почти не тоскуют. Да и кошки с собаками на дружеской лапе. Может потому, что друг друга не видят. А может атмосфера для животных благоприятная. Тем не менее, книга отзывов и предложений так и останется пуста. Оценить животный сервис смогут лишь хозяева, которые вскоре приедут за своими питомцами. Ольга Обедкова, Константин Понюхин, Егор Егошин. Новости Тагилтв.